В архиерейском подворье Никольского собора города Черкеска у подножия памятного креста установлена доска с именами выдающихся деятелей станицы Баталпашинской. Эта идея неоднократно высказывалась, но лишь в прошлом году были те люди, которые взялись это исполнить. После благословения Владыки выбирался камень, на котором была установлена доска и в окрестностях города Черкеска, и в других местах. С такой тщательностью подошли эти люди. Прихожане собора и инициативные горожане обратились за помощь в поиске основы памятника в Совет депутатов Карачаевского муниципального района и получили отклик от депутата Альберта Байчорова и начальника отдела недропользования Олега Эбазова. Серый камень был привезен из каменоломни в 9 километров от аула Хурзук, а уже в Черкесске в мастерской Андрея Григорьева была выполнена основная работа. Но прежде секретарь епархиальной комиссии по канонизации святых Александр Гурин обратился в Ставропольский государственный архив, чтобы точно узнать, кто был похоронен в ограде разрушенного Никольского собора. А дизайн-проектом занялся главный редактор газеты «День республики» Евгений Кратов со своими сотрудниками, плюс педагоги Свято-Сергиевской гимназии. В итоге на памятной доске увековечены генералы Николай Петрусевич и Константин Никитин, Харунжи Стефан Фисенко и Ирей Василий Хламов и другие известные жители станицы Баталпашинской. Появление этого камня – это такое значимое событие и радостное событие для истории, для памяти и приказан Никольского собора, и жителей Черкесска, и те, кто посещает наш город. У нас, слава Богу, в нашем музее уже множество экскурсий. И вот начало экскурсии в музее истории церкви казачества всегда начинается у креста, и как раз-таки начинается повествование о станице Баталпашинской, о тех, кто здесь, на Богословенном Кавказе, верой и правдой служил нашему Отечеству. Имена деятелей Баталпашинского отдела и духовенства внесены в синодик собора, а у креста совершаются заупокойные богослужения в памятные дни.